Спонсор программы «Позитив» – такси «Зелёный свет». Спешишь на свадьбу, на банкет или горит уже обед? Тогда немедля позвони в своё любимое такси. «Зелёный свет» 207720. Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу «Марины Ли» «Позитив». Весна. Открылась долгожданная навигация, и хабаровчане вспомнили о том, что рядом Поднебесная. Самое время заняться не только шопингом, но и собой. Прямо сейчас мы отправляемся в китайский спа-салон на восточный массаж. Говорят, что пупок связан с различными эрогенными зонами. Не зря древние китайские врачи рекомендовали делать массаж именно в этой области. Но прежде чем приступить к нему, нужно разогреть киноварное поле. Так называется околопупочное место. И поможет в этом полынная сигара. Вообще, в Поднебесной достаточно широко распространена теплопунктура. Суть метода состоит в воздействии теплом на точку акупунктуры. Для того, чтобы выглядеть молодо и красиво, достаточно всего лишь нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и избавиться от жировых отложений в области живота. Одного раза, безусловно, мало. Но попробовать и испытать все на себе обязательно нужно. В Фуяне езжу не первый раз. Шоппинг меня не интересует. Я даю предпочтение здоровому образу жизни, здоровому туризму, отдыху. В этом спа-салоне обычно используют мраморные морские камни. Специалисты говорят, что под их влиянием нейтрализуется отрицательная энергия. Это именно то, что нужно уставшему от кризиса русскому человеку. Вообще, в Фуяне множество спа-салонов. Главное не заблудиться в предлагаемых услугах. Вот в такой капсуле, внешне напоминающей ракету, сочетаются две технологии – нагрева пара и инфракрасного тепла. Я же была в восторге от ванны из лепестков роз. У нас в Хабаровске, конечно, есть подобные спа-процедуры, но мы-то находимся в маленьком симпатичном Фуяне. Здесь как-то поинтереснее будет. Восток – дело тонкое. Кто бы мог подумать, что за каких-то 10 лет маленькая деревня в провинции Хелландзян превратится в город с 20 промышленными предприятиями. Среди них самые крупные – завод теплоэнергетического оборудования, маслозавод, кирпичный – и это при населении в 30 тысяч человек. Всего 60 километров отделяют китайский город Фуянь от краевой столицы. В основном сюда приезжают бизнес-вумен и кирпичики-помогайки. Они бегают, сломя голову по бутикам и рынку, пропуская все самое интересное. Цель нашего путешествия состоит в другом – показать обратную сторону фуяньской медали. А именно – посмотреть, как проводят свободное время пожилые и молодежь. В какие медицинские центры они ходят и ходят ли. Ни для кого не секрет – китайцы, японцы, корейцы считаются долгожителями. В 70 лет они могут танцевать на свежем воздухе, каждое утро взбираться на гору, несмотря на ветер и дождь, а вечерами устраивать пешие прогулки вот на таких ходунках. В Суэлане я впервые на улице. Тренажер для ног, для суставов и для спины прекрасным образом подходит не только молодым, но и более взрослому населению. Смотрите, как вечерами бабушки, молодежь стоят вот на такие тренажерчики и ходят, оздоравливаются. Солнце, воздух и вода плюс общение с нашими улыбчивыми соседями из Суэлане дали свои положительные результаты. Во-первых, я зарядилась позитивом, во-вторых, сбросила лишние 500 килокалорий и в-третьих, как и следовало ожидать, я проголодалась. Что ж, самое время поужинать. Экзотика даже есть в городе Фуэнь. Сегодня, друзья, мы ужинаем, как вы думаете, где? В ресторане «Корейская кухня». И в честь такого события позвольте зажечь эти ароматизированные свечи. Пусть они принесут удачу этому заведению, благоденствия. Пусть побольше будет благодарных посетителей. Приятного аппетита! Любимое блюдо корейцев – пулькуги. Это ломтики говядины, зажаренные прямо за столом. Предварительно их вымачивают в маринаде из соевого соуса, кунжутного масла и семян, добавляя чеснок, зеленый лук и другие приправы. Пока мясо жарилось, я с удовольствием ела рыбу, кимчхи и суши. Всего в корейской кулинарии насчитывается более сотни различных блюд, в состав которых входит нукту, зеленые бобы, пхач, красные бобы, а также горох и фасоль. Вообще для корейцев еда – это не просто прием пищи, это трапеза, во время которой должны соблюдаться определенные правила поведения за столом. Но об этом мы поговорим в нашей следующей программе. А пока… Не знаю, что на меня подействовало. То ли корейская кухня, то ли ароматизированные ванны с лепестками рос, но танцевала я залихватски. Для многих туристов ночная дискотека «Дикая роза» – в радость. Музыка в основном отечественного производителя, народу не так много. Оно непонятно. Работяги-китайцы встают ни свет ни заря в 4 утра и идут на гимнастику тайчи, так что им не до русского хип-хопа. А вот наши могут повеселиться, ведь завтра же домой. Это нон-стоп не прекращает. Корпорация «Алекс-ТВ» и продюсерский центр «Ли Марина» проводят кастинг среди парней на телепроект «Дневник модели» сезон 2. Подробности на сайте alex-tv.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова